Международная акция с таким названием стартовала в марте. Молодые деревца повсеместно высаживают в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Своих ветеранов вспомнил и дворец учащейся молодежи. Каждое образовательное учреждение, участвуя в такой акции, может вспоминать и своих героев, которые были и учились в твоей школе. Или это могут быть учащиеся ФЗО и ремесленных училищ, которые в годы блокады ковали победу на трудовом фронте. Это те мастера, которые передавали им навыки трудовые. И дворец учащейся молодежи, работая с профобразованием и имея свой музей профессионального образования, конечно, в первую очередь сегодня помнит об этих людях, об этих героях, молодежи, которая выстояла, победила, сохранила наш город. Педагоги дворца совместно со студентами колледжа Сестрорецка облагораживали площадку в поселке Солнечном. Ребята сажали деревья впервые, и они признаются, что эти с виду простые физические действия содержат очень глубокую эмоциональную составляющую. Посадил, ну, вот на данный момент уже пару елок, несколько ив, и, в принципе, очень интересно, как бы, понимаешь, что после тебя ты уйдешь, деревья эти останутся, они продолжат жить. Вот, и оставил какой-то свой след. Когда мне только сказали, я в непонятках пребывала, думаю, ну, деревья, как деревья, ладно, интересно, в принципе, заинтересованность, то есть, была в этом какая-то. Когда приехала, уже нам начали рассказывать, что тут будет, и мне еще больше стало интересно, соответственно, как-то все вскипело внутри, и вот прям захотелось это идти делать. Когда-то на этом месте была свалка строительного мусора, а через 10 лет появится прекрасная аллея. Дубы мы посадили в центре по кругу, они у нас самые медленно растущие, и вокруг них посадили спирейку. В лесном хозяйстве есть такая пословица, дуб любит расти в шубе, но без шапки, поэтому внизу будут закрывать спирейка их, а сверху они будут открыты. В аллее каштанов, красивые, большие каштаны, красивые, цветущие будут идти у нас по центру. И с краю у нас ясени и ивы, как создание красивой опушки, и ели, которые посадили ребята вот сейчас, сегодня, будут как красивая опушка, окормляющая наш сад памяти. Акция продлится до 22 июня, дня начала Великой Отечественной войны. Пусть растет наш лесопад! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова